Привет зрители! Я как и вы ждал Vesta 1.8, но случился X-Ray и неспроста. Причина, как вы уже поняли из названия, скрывается в коробке передач, а она для нашего автопрома прорывная, что ни говори. Пускай и решение порой весьма спорное. Прыгаем за руль и видим, что это обычный X-Ray, но вот с такой вот замечательной, можно сказать, штуковиной джойстик. Да, это джойстик, он никак не фиксируется, причем ходы его приятные и, честно сказать, даже если бы он стоял в автомобиле класса на 2, на 3 выше, воспринимался совершенно нормально. Вот что получилось здорово в случае с X-Ray, что с Vesta, джойстик очень удачный и очень интересный. Ну а теперь все же давайте поговорим про отличия, поговорим про то, что такое МТ. В первую очередь могу сказать то, если вы смотрите видео и думаете, купить ли мне машину с МТ, неважно, кстати, какую, это может быть Гранта, это может быть Vesta, это может быть X-Ray, коробка везде одинаковая, сразу сходите на тест-драйв. Это главное, это проще понять, чем тысячу раз описать, так как в принципе какие-то моменты, связанные с вот этой вот странностью, да, в виде неожиданной такой автоматической роботизированной коробкой передач, проявятся моментально эти странности. Так что не ходите, не смотрите интернеты, а в реальной жизни попробуйте, проверьте. Впрочем, давай словеса, давайте сразу перейдем к тому, что у нас здесь происходит. Итак, ключ на старт, лада, все дела. И видим, да, чтобы запустить коробку, нужно включить режим нейтраль. Тут главное, что коробку можно, например, в случае отсутствия у нее паркинга, а он действительно, в этот случае, имеет место быть, так как коробка без гидроинформатора, это по сути обычная механика, только с актуаторами, которые управляются электроникой. Так что, либо постоянно дергать ручник, что, кстати, зимой не очень здорово, так как могут прикипеть тормозные колодки, либо, что делать, глушить автомобиль на передаче. Вот сейчас она заглушена на передаче, так что нужно поставить нейтральное положение, нажать на тормоз и запуститься. Слава богу, запуститься в других положениях нельзя никак, это очень хорошо, потому что защита от дурака имеет место быть, иначе можно просто въехать в кого-то, назад, вперед, неважно. Включаем N, ну, приятные ходы, вот за что хочется похвалить, да, и вот видите, переключают, соответственно, режимы, все понятно. Запускаем именно в N, ожили, и что делать дальше? Что делать? Ну, конечно, трогаться, да. Кстати, что можно отметить? В первую очередь, это, конечно же, отсутствие кнопки выключения ESP. Появится ли она на коробках SMT, не знаю, видим, с механикой все-таки сделали отключение. Хотя тут опять есть момент, на механике можно активно штурмовать бездорожье, пускай ходом, но можно. Здесь же все-таки нет возможности управлять сцеплением, педали всего лишь две, и как электроника там себя поведет, я думаю, предсказывать можно достаточно быстро. Нет у нас ни охлаждения, ни сцепления, ничего, так что длительная пробуксовка, длительное заезжание в какую-нибудь гору, еще на что-то приведет к тому, что быстро запахнет горелым сцеплением, и ваша бездорожная тема кончится. Так что X-Ray с коробкой с такой, это, безусловно, машина для города, поэтому мы не будем даже сейчас забегать на какие-то там оффроуды, еще что-то не для оффроуда АМТ. На этом как бы ставим точку и не возвращаемся, рассматриваем только для города. Поехали? Поехали. Можно, кстати, включить, но она не включается, да, так, коробка. Тоже не включается, слава богу, да, несмотря на то, что физически можно выбрать передачу, машина не поедет. Опять же, защита от дурака, ну, выжимаем тормоз, и передача включилась. Что делать дальше? Ну, ехать. Здесь очень интересно, машина, если, например, отпустить все педали, она не будет ехать с преднатягом, как есть, например, у того же автомата, режим, когда машина катится на холостых оборотах. Здесь она катиться не будет, если только не будет, конечно, горки, да, а нужно обязательно придавить педаль. Обязательно, и вот начинаются движения, у нас здесь, кстати, вот достаточно сложный участок, кашится, и вот мы вот так вот едем. Конечно, нужен, по большому счету, полный привод, но это, опять же, к теме нашего исследования не относится совсем. Вот мы выезжаем, и сейчас будет очень интересное испытание. Сразу мы, ну, жестко работаем, да, с коробкой, чтобы понять все ее плюсы, все ее минусы. Естественно, если мы вот так будем пробуксовывать, то износ сцепления будет выше, так что не надо злоупотреблять такими покрытиями. Что ж, сейчас поедем, и здесь главный вопрос, отпускаю я педаль тормоза, на вот большом назначенном уклоне срабатывает антиоткатная система, да, но держит она машину недолго. То есть чуть-то не успел, все, покатились мы назад, да, вот чтобы видно было, отпускаю, и вот она катится назад. Так что здесь мешкать не нужно, увидел просвет, давайте попробуем стартовать. В этом случае отката нет, но если уклон будет не очень большой, машина покатится, а система не сработает, потому что работает на определенном только уклоне, да, который нужно выбирать каким-то эмпирическим, то есть опытным путем. Поехали. Вот в целом, кстати, вроде поехали, даже не заметили, что есть какие-то не самые быстрые переключения коробки, еще что-то, но, думаю, сполна мы это сейчас ощутим. Вот главная особенность, что именно в спокойной езде АМТ проявляет себя лучше всего. Если мы едем не спеша, едва придавливаем педаль, то даже эти моменты размыкания коробки передач, они не ощущаются. То есть настройка очень комфортная для неспешной езды. Главный момент, что при этих переключениях автомобиль теряет связь с педалью газа, да, то есть электроника делает все сама и получается в итоге не совсем удобно именно для водителя. По той простой причине, что, ну, как понять, какой у нас там режим, когда передача изменится, вот сейчас, например, повернули и придавливаем педаль, и вот только, вот, опа, вот видно, кстати, да, как камера у меня клюет вместе с головой, и эти моменты тут чувствуются, да, то есть переключения. Переключения очень ощущаются. Только если мы едем плавно и медленно, можно почти их нивелировать. И еще, кстати, можно примерно как-то спрогнозировать работу электронных мозгов и ощутить, что у нас происходит непосредственно с... О, я перепутал поворот, простите, пожалуйста, надо было чуть-чуть подальше нам в город завернуть. Заодно еще раз проверим, как у нас тут с маневренностью дела. Включим заднюю передачу и поедем. Главное, подгазовывать надо, в общем, тут дела, конечно, требуют привычки. Есть ограничения вот в повороте, например, на тягу, не совсем она полностью реализуется, как раз для того, чтобы давать коробки ша... И вот, да, вот они, эти переключения, да, то есть мы даем сейчас достаточно интенсивный разгон, и все равно даже при интенсивном разгоне у нас не получается реализовать момент... Хотя пускай она, пускай бы подергивала, да, но ехал быстрее эта коробка. Нет, вот исключительно для очень плавной езды она, что называется, хороша, если можно так сказать. Ну и есть, кстати, у нее другие плюсы в городе. Все-таки это автоматическая коробка, пускай и с роботехническим этим вот режимом. Поэтому эта механическая коробка позволяет экономить топливо, учитывая длинную главную пару, она нам поможет на шоссе. Это мы чуть попозже, в этом же видео, кстати, это можете увидеть. Чуть попозже выйдем и продолжим беседу уже на шоссе. А пока изучаем городские моменты. То есть главное, что хочется мне отметить, кто бы какую машину ВАЗа не выбрал, в любом случае получается достаточно однозначный вывод про эту коробку. Для неспешной езды only. То есть вот мы плавно едем, слегка придавливаем педаль, и машины в таком вот овощном режиме в целом можно ехать. То есть эти переключения, они не сильно выделяются уже. Но стой, чуть быстрее, вот мы педаль в пол даем. Немножко не успели мы тут продемонстрировать, участок у нас зажатый оказался. Ну ничего страшного. Зато мы видим, что коробка, если даешь все время педаль в пол, передачи не меняет. То есть такой вот у него адаптированный спорт режим включается. А вот сейчас решил поменять. Такой уп, клёнули, да, поехали дальше. Я думаю, понятно, да, то есть все эти перипетии работы данного изделия. Но не сказал я про еще один режим, да. Про главный, пожалуй, режим, который здесь есть. Это режим механический. Механический режим нам поможет сделать что? Он поможет нам, например, при обгоне. Это мы проверим еще на трассе обязательно. А в городе он позволяет ехать, кстати, более-менее динамично. Еще один момент. Коробка, вот сейчас мы вниз поехали, она все время передача переключает, да. То есть не оставляет машину на высокой передаче. То есть все время какая-то передача, да, в коробке вотнута. Это очень полезно для динамической езды. То есть и более уверенно чувствуешь себя зимой. Еще вот эти разрывы, да, еще быстрее она переключала. Было вообще здорово. Ну, сейчас мы с вами продемонстрируем этот вопрос, связанный с переходом на другие передачи с помощью механического режима. И попробуем, кстати, даже обгон произвести, тоже очень интересно, в городских условиях. То есть в целом задержка достаточно сильная. Вот включается передача, и вот мы помчались. Слава богу, X-Ray достаточно мощный двигатель. Он часто вытягивает, да, без смены передач. Это удобно. Вот мы опять переключаемся. И сейчас вот поедем. Сейчас поедем. Давайте, наверное, развернемся. Поедем в другую сторону. Под горочку продемонстрируем вот эти вот такие же переключения. Средний режим, средний и боевой режим совершенно с роботом не сочетаются. Это однозначно лучше все-таки пренебречь. В данном случае, если любите динамичную езду, это все-таки не для вас. Хотя цена всего лишь там 20-25 тысяч. А разножка, это, конечно, совсем, совсем немного. Именно поэтому, да, и в основе так и сделали. Эту коробку сейчас не какую-нибудь взад едет еще, дебилы. Непонятно, даже тут не видно, не знаю, тут, да, уступи дорогу был. Так вот ездишь и беседуешь, не видишь знаков. Там стоп есть, господи. О, давайте, педаль в пол, погнали. И уже, кстати, да, обратите внимание, динамика обеспечивается именно тем, что главная пара стала длиннее. То есть, мотор тяговитый, главная пара длиннее и нет нужды, да, укорачивать. Например, у реношных коробок у них почему-то вечно перекрут. При этом на динамике это особо не сказывается. То есть, надо было ощутимее, короче, пару. И вот здесь вот, я бы сказал так, что у коробки вазовской передачные числа подобраны более интересно. Вот такой вот момент. За это им плюс. И, кстати, многие спросят, а как живой? Где живой данной коробки? На самом деле, можно его, конечно, прослушать, но где-то он там очень далеко. Только ухо, которое хочет его слышать, его будет слышать. А так, в общем, коробка ведет себя достаточно тихо, и претензий по шумовым характеристикам у меня к ней совершенно нет. Давайте все-таки теперь у нас режим спорт. Входим в поворот, вторую передачу, воткнули. Жалко, нет у нас первая включилась, да. Жалко, у нас нет, соответственно, возможности выбирать подрулевые переключатели. Было бы вообще прям, кстати, интересно. И вот здесь вот машина раскроется у нас по-иному. И на иной совершенно у нас сейчас будет характер, кстати. Вниз коробка переключается, а вот вверх, вверх хочется сказать особо, он кто-то Теслу успел купить. Ничего себе, красавцы. Так, опять мы катимся вниз. Вот недостаточно был сейчас уклон, но сейчас система включилась. Так, ждем. Вот это вот, конечно, главное, что кто считает, что АМТ это автомат, совсем это не так. Не надо про это думать с этой точки зрения. Это гибрид, поэтому будет, скажем так, несколько моментов не совсем таких радостных для пользователя, кто считает, что покупает, по сути, автомат. Нет, другая коробка. Ну, сейчас мы успеем, динамики достаточно, поехали. Первое, и что происходит? И мы сели на ограничитель. Посмотрите, мы сели на ограничитель. Молодцы, сделали нормальную коробку. И главное, она переключается не, как у машин, да, у других, вверх почему-то вперед давить надо. По-человечески нужно давить на себя. И ты переключаешься вверх. От себя, когда ты тормозишь, тебя кивает, да, и ты нормально подбиваешь вперед. Учитесь производителю автоваза. Вот это удивительные слова, которые я могу сказать. Здорово, да? И вот если мы переключаем сами передачи, то становится намного интереснее езда, кстати. Я бы сказал, что уже можно ехать. С другой стороны, ну, если уж сами переключаете передачи, может, стоит купить машину с механикой. Кстати, самая крутая Тесла, ё-моё. П-90D, ещё П-100, по-моему. Москва Тесла, клуб. Клуб. Поехали. Вот оно, будущее, кстати, на самом деле. Вторая сейчас будет у нас. Не даёт раньше время включить вторую. Вот, вторая пошла. Третья. Я, на самом деле, просто в ту сторону давил рычаг, потому что у других автомобилей сделан шиворот-навыворот, и к этому уже привыкаешь. Отлично. Вторую перед поворотиком. Ух, как мы сейчас войдём. Пошли. Газ в пол. И налево. Налево. Отлично. Вот уже, да, вот уже в мануальном режиме совсем другое ощущение. Хотя, опять же, есть небольшие дезотыки, но передачи переключаются более интересно. А главное, ты можешь понять, когда можно сбросить газ для переключения. То есть, в целом, в режиме мануальном, в ручном режиме, можно уже вполне себе более удобно ездить и получать даже удовольствие некое. Вот сейчас, например, вовремя включил вторую. Третью выбираю. И подсказчик работает. Работает подсказчик. Четвёртая. Вот нормально уже, да, то есть, в принципе, я нашёл, как нужно пользоваться этой коробкой, что нужно делать. Нужно ездить просто в ручном режиме, и будет благость. Хотя, опять же, того переключения, как на механике классической, не будет. Там, правда, сцепление можно бросить, а здесь, в целом, комфорт сохраняется. Хотя, когда мы в ручном режиме, можно было и погрессивнее настройку сделать. Работа. Пренебречь тем, что нужен какой-то условный комфорт. Что ж, едем дальше. И поедем сейчас на трассу. Поедем на трассу, посмотрим, как у нас, что будет с потенциальными обгонами. Конечно, тут у нас многополосная дорога. Тем не менее, будет интересно в соседнем ряду попасть. Так. Включаем передачи. Небольшой затык. Еще небольшой затык. Ну, если вот более, скажем так, рассудительно подходить, немного сбрасывать газ при переключениях, то проблем нет. А так, в принципе, учитывая телевитость мотора, можно смело ездить в пределах одной передачи. Пятую включил и ездишь. Поехали. 1.8 мне, конечно, очень нравится. Позитивный мотор такой получился. 92-й бензин и внятные характеристики. Пускай и не 150 сил, да, которые хотелось бы увидеть у мотора 1.8 или 140, но потенциал, думаю, есть. Наверняка мы видим более реальные, скажем так, значения числовые. Чтобы вышли на трассу, тут, на самом деле, особо сказать ты нечего. Про ходовые качества X-Ray вы все знаете. А нас будет интересовать сейчас работа именно коробки. Ну, во-первых, это, конечно, можно порадоваться за очень низкие значения на высокую скорость. Пятая передача у нас 100 км в час и 2500, ну, чуть побольше, 2600. Очень здорово и такое передачное ношение, то, что нужно для X-Ray, на самом деле. Конечно, с точки зрения бездорожья, это не самый айс, но мы уже договорились, что с МТ мы едем именно по асфальту. Это главная его задача, уверенно чувствовать себя в пробках, уверенно чувствовать себя в обычных условиях движения. Ну что, как бы нам имитировать-то обгон? Вот, смотрите, 3120, да, у нас на спидометре. Нормально, нормально, кстати, да? Сейчас мы будем имитировать обгон. Включаем режим А сначала. И перестроимся за белым автомобилем, за грязным Фольксвагером. И сейчас будем давить в пол. Много чего обгонять. Эта езда, когда люди выезжают на одной передаче, обгоняют, это просто безумие, я считаю. Просто безответственно. Обгонять нужно так. Едем, педаль в пол, задержка, включается у нас третья, и мы разгоняемся. В целом, кстати, задержка не такая большая, с пятой на третью. Я, честно говоря, думал, что будет подольше, подольше. Ну, и ждем, пока коробка поймет, что мы едем не быстро, а сейчас плавнее. Так, включили другую передачу, перестраиваемся. И попробуем сейчас еще раз обогнать. Ну, предполагаем, что мы обгоняем, например, фуру. Хотя, в принципе, фура на таких скоростях не едет. У них скорость 90. У них 88, насколько я помню, ограничения у фур скорости. Если их там не снять, то будет другое. Ну что, сейчас еще раз попробуем обогнать. Подъезжаем поближе к автомобилю. Кашка мешает. Ну, сейчас мы все сделаем. Включаем поворотничек. И вот у нас скорость 100. Да, сейчас будет обгон. Педаль в пол. Небольшая задержка. И вот в целом, кстати, на трассе с робота проблем не будет. Конечно, нас тут болтает. Но это уже к шасси, к срыве у нас больше вопросов, чем, собственно, к коробке передач. Так, притормаживаем. И сейчас еще раз, да, вот у нас поменьше сейчас будет. Пробуем, да, обогнать. Педаль в пол. Там приближается кто-то. И здесь, да, нам не хватает. Не хватает немножко. Замешкались в пол. Ну, здесь передача не скинулась. И уже мотору позволяет вазовски отгонять все. Сбрасывает передачу после отпуска газа. Ну, в целом, мне кажется, для трассы, да, если в городе это сумяется, конечно, есть, да, при выборе передач, замедление, то на трассе все достаточно предсказуемо. И задержка не больше, чем у автоматических коробок в кикдаун. Тем более, под педали есть кнопка, кстати. Так что, с обгонами никаких вопросов. Мотор тяговитый, хороший. В целом, все окей. Ну, а если, например, сделать обгон более предсказуемым, еще более предсказуемым, не давить в пол, а использовать ручную передачу, да. Выбираем пятую. На пятой, конечно, обгон, ну, не самое интересное решение. Хотя, посмотрим, насколько тяговитый мотор. Включаем поворотник, педаль в пол. И есть кнопка. Кнопка сама определяет, что надо уйти вниз. Вот так вот хитро, да. То есть, для тех, кто забывает включать на механике пятую, X-Ray позволяет легко сделать обгон, даже если есть ошибка с передачей, безусловно, нужно включать пониженную перед обгоном. Это факт. И это факт, это, конечно, сто процентов. Так, ну и что нам остается? Что нам остается? Все-таки сделать обгон на третий, да. Сейчас ослепит солнышко. Ну, ничего страшного, в принципе. Думаю, все уже понятно. Выбираем третью. Вот так вот надо, кстати, обгонять. Выбрали третью, выбираем место и в пол жмем. В пол и вот как раз так вот мы и обгоняем. То есть, это самое оптимальное. Не нужно. Вот как у нас по колеетой. Ёлы-палы, блин. Вот так и живем. Так что АМТ в целом для трассы норм. Если, конечно, передача, да, то есть достаточно высока. И в пределах третьей, например, можно обогнать. Если там вторая, третья, то уже тут, конечно, будет затык, который не самый интересный для нас. На высоких скоростях вот можно легко обгонять. Не вопрос. Для города, конечно, нужно понимать, что ты покупаешь. Обязательно ехать на тест, так как свое влияние эта коробка дает, безусловно. И заменой автоматом или вариатором классическим, или коробкой с двумя сцеплениями у нас совершенно не является. Будем реалистами. Но в остальном, в общем, учитывая цену, я так полагаю, что разумная альтернатива для спокойных водителей. Ну, либо придется постоянно менять передачи. Не знаю, честно говоря, насколько эта перспектива хороша. На этом я заканчиваю свое видео. Буду рад, если вы поделитесь со мной какими-нибудь сообщениями, еще чем-то. Работаю для вас, стараюсь. До новых встреч. Пока.